15 и 16 ноября. Москва. Одно из самых ожидаемых мероприятий в области информационной безопасности. СОК Форум 2022. Станьте частью большего. Присоединяйтесь. Подробности на сайте сокдефизфорум.ру Друзья, привет! С вами свежевыжатый сок, и мы сегодня в студии беседуем с экспертом Дмитрием Доренским на тему промышленного сока в рамках подготовки к предстоящему в ноябре СОК Форум. Дима, привет! Да, привет, Даша. Рад тебя видеть. Взаимно. Давай, не будем, точнее, без долгих прелюдий сразу к делу. Ситуация у нас в стране и в мире сложная, вопросов на обсуждение много. Я думаю, что будет очень интересно узнать твое мнение, мнение твоих коллег на то, что происходит сейчас в мире промышленных соков, вообще в мире безопасности СОТП и все, что с этим связано. Ну и предлагаю сразу к первому вопросу. Очень интересует, что, что же сейчас происходит в промышленности, учитывая то, что как не просто прорастала сама тематика кибербезопасности на производстве последние годы, нет ли у тебя ощущения, что сейчас в связи с последними событиями, о которых все мы понимаем, о чем и говорим, в целом промышленникам недоинформационной безопасности? Тут несколько прям полярных мнений есть. С одной стороны, все прекрасно видят, что с рынка ушло большое количество крупных международных игроков в области кибербеза и освободилась такая большая поляна для практически всех классов решений кибербезопасности, в том числе и для индустриального применения. С другой стороны, в связи с санкционными ограничениями, с какими-то вот именно связанными с деятельностью предприятий, в первую очередь связанными, конечно, с экономикой и так далее, большинство предприятий смотрят в сторону все-таки сокращения и бюджетов, и программ в целом на IT по понятным причинам и в том числе на кибербез. Поэтому здесь однозначно сказать, что, грубо говоря, промышленники побегут сейчас внедрять соки, расширять существующие или какие-то новые, применять там новые классы решений безопасности для защиты своих инфраструктур, однозначно сказать нельзя. То есть здесь все смотрят, промышленники умеют считать деньги, поэтому они будут в первую очередь смотреть, конечно же, на обеспечение устойчивого функционирования предприятия, и если на это будет влиять необходимость более глубоко и эффективно защищаться от атак, которых сейчас намного больше стало. Естественно, они пойдут в сторону того, чтобы и импортозамещаться, и как-то наращивать мышцы в части защиты своей инфраструктуры. Но однозначно сказать нельзя, потому что есть сейчас примеры, когда предприятия уже вот-вот были на старте, то есть у них была большая программа, они все строили, закладывали бюджеты, но события идут одно за одним, и им приходится так или иначе сокращать программы, резать бюджеты. И, соответственно, каждое предприятие, это и каждый отдельный случай, и отдельный кейс, и в целом такого какого-то однозначного вектора все-таки нет. Ну, мне кажется, сейчас таких еще два больших вопроса. Первый – это импортозамещение, но не ради импортозамещения, а из-за того, что, как ты уже упомянул, несколько ключевых игроков ушли с рынка, там, Cisco, Fortinet, Citrix, ряд других. И у компаний, в том числе в части промышленных систем безопасности, просто нет другого выбора, как импортозамещаться, потому что, ну, не хочется ждать, когда устройство превратится в кирпич, или не будет оказана должным образом техподдержка, и, ну, рано или поздно, а скорее рано, нужно все-таки импортозамещаться. Вот на твой взгляд, насколько уже сейчас активно идет процесс вынужденного, так сказать, импортозамещения? Ну, если мы говорим про импортозамещение, то важно понимать, что у производственников, первоочередная необходимость импортозамещаться, она лежит все-таки не в области кибербеза, она лежит в области замещения основного софта, железа, которое, собственно, обеспечивает производственную деятельность. Вот, поэтому в первую очередь, там, производство все-таки рассматривает вот вопросы устойчивости своей деятельности, вот, в текущих условиях. Там, в первую очередь, с точки зрения, там, обеспечения, там, работы основных, там, систем, основной инфраструктуры, IT-инфраструктуры. И тут как раз-таки вопрос, вот, насколько кибербез, он помогает, или должен помогать, там, при импортозамещении, как раз обеспечивать ту самую, там, устойчивость компании. Есть термин киберустойчивость. И все его трактуют по-разному, то есть, нет такого гастированного какого-то, там, определения, что это такое. Но в целом все понимают, что киберустойчивость, то есть, это возможность, там, вести, там, стабильно свою производственную деятельность, да, находясь под кибератаками, находясь вот в таких вот жестких условиях, там, большое количество киберинцидентов, там, наличие кадрового голода, там, дефицита бюджетов и вот этого всего. То есть, все упирается все-таки в деятельность предприятия, в основную деятельность и обеспечение ее работы. Вот ты уже упомянул термин «кадровый голод», и мы с ним сталкиваемся уже много лет подряд. А с 21 сентября эта ситуация усугубилась многократно. Что сейчас делать компаниям, в том числе промышленным, когда людей, обеспечивающих, там, безопасность компании, там, обслуживающих инфраструктуру, занимающихся вопросами СОКО, вдруг, ну, это уже не теория, это уже практически происходит, отправляют для защиты, там, определенных территорий. Вот, что в этой ситуации делать, когда людей не было, а сейчас стало еще меньше? Сейчас большинство предприятий, вот, в промышленности, да, у них подход вообще ситуативный. То есть, они даже не имеют таких вот планов, например, на полгода вперед, потому что все понимают, что сейчас ситуация очень резко меняется. Всегда есть вариант, то есть, грубо говоря, когда уходят специалисты и функции службы безопасности, или, там, службы мониторинга, это функции СОКО, которые обеспечивались, там, руками и людьми, попробовать передать на аутсорс сервис-провайдерам, да, MDR, MSP-провайдеры и так далее. Здесь, конечно, ну, как бы, есть, пока есть еще варианты, да, что можно предпринять. Но, в целом, сейчас предприятие действует ситуативно даже в реализации, там, первичных мер защиты, да, то есть, большинство, например, предприятий в электроэнергетике, да, как только пришел конец февраля, вот, то есть, самое первое, что они сделали, там, в соответствии, там, с рекомендациями регуляторов и своими внутренними политиками, начали отключать критичные системы вообще от внешнего мира. Вот, даже появился такой термин в электроэнергетике, но он не новый, но его стали активно использовать, назвали это все действие островизации, то есть, делают из критичных систем, которые обеспечивают функционирование бизнеса, как такового, делают остров, вот, соответственно, здесь, ну, здесь и сейчас. Вот, как это влияет в целом на историю с тем, что, как бы, тренд на импортозамещение и цифровизацию в целом промышленности, ну, в принципе, никто не отменял, понятно, что, возможно, станет на паузу, вот, соответственно, вот, островизация, астровизация, да, какая сама по себе, она впрямую идет, скажем так, точнее, напрямую противоположно трендам на цифровизацию, потому что, ну, нельзя иметь изолированные системы и при этом говорить о том, что у вас цифровое производство, что вы как-то переходите в такие какие-то новые технологии. Здесь такой вот, опять же, баланс, и все проблемы, все задачи сейчас решаются в основном ситуативно. Ну, и вторая такая большая проблема, о которой ты тоже упомянул, существенное сокращение бюджетов, это было и в начале года, сейчас это особенно чувствуется, вот, скажи, пожалуйста, ты, как представитель компании, которая несет в массы большое количество технических средств, вы понимаете, насколько там большие или маленькие бюджеты у ваших заказчиков или потенциальных заказчиков, насколько изменилась ситуация за последний месяц, ну, поясню немножко, да, все мы слышим из телевизора, из разговоров в интернете, из других источников, что, а может быть, давайте отменим Новый год или там сократим затраты на новогодние елки. Наверняка это касается и нашей сферы, сферы информационной безопасности, и, в частности, промышленного сектора, вот, что ты можешь сказать, как-то это ощущается сейчас? Если говорить там, ну, языком бизнеса, уменьшение оборотов или, грубо говоря, там, сокращение там количества проектов, которые запускаются, там, или там снижение количества поставок именно вот в сектор промышленности, как таковой мы не ощущаем, вот. Вот, более того, соответственно, там, там уже с начала весны мы видим, что, наоборот, спрос увеличивается. Вот, ну, понятно, что все процессы, например, в экономике, да, в промышленности, в частности, они не сиюминутные, да, то есть введение ограничений и каких-то там санкционных ограничений в целом на государство, на отрасли промышленности, да, то есть так называемые секторальные санкции, они имеют такой отложенный эффект. То есть есть некая инерция? Есть инерция, то есть какой-то результат, там, падение или, там, более-менее стабильную ситуацию, мы будем ее видеть вот на протяжении еще какого-то периода времени. Но вот за прошедший, там, период с начала года снижение объемов именно, там, бизнеса в части, там, кибербеза как такового и в промышленности в том числе, мы не видим. Мы видим пока, пока что рост. Как дальше будет, ну, будем смотреть. Ну и продолжая тему бизнеса, бюджетов, роста, такой вопрос. Вот сейчас много говорят о том, что рост рынка кибербеза неизбежен. Это говорит большое количество различных экспертов, это показывает цифры. И в целом, понятно, основные направления такого роста. Вот в промышленности направления роста те же или все-таки, на твой взгляд, есть отличия какие-то? Все зависит от конкретно отрасли, да, то есть нельзя одинаково, там, говорить о том, как это развивается, например, в металлургии, там, в электроэнергетике, в нефтегазе, в машиностроении, да, везде по-разному. В целом, все понимают, уже начинают доходить до прикладных вещей кибербеза, то есть понимать, чего они хотят, то есть от того же сока. Вот если посмотреть там в перспективе, там, пяти лет, шести лет назад, да, ну, я уже эти примеры приводил, еще раз приведу. Большинство промышленных предприятий любого масштаба, когда формировали бюджеты на строительство соков или закупку, там, инструментария для мониторинга безопасности и, там, реагирования на инциденты, фокусировали эти бюджеты и проекты на корпоративной IT-инфраструктуре. Ну, так сложилось. Не знаю, почему, но вот такое есть. То есть у большинства промышленных предприятий все соки, которые существуют, они в основном покрывают своими функциями корпоративные IT-системы. Вот. Хотя, ну, по логике вещей, в тех же компаниях понимают, что бизнес и деньги зарабатываются, ну, не в корпоративной системе, а теми системами, которые, там, занимаются производством, которые управляют, там, генерацией электроэнергии, распределением электроэнергии или, там, добычей полезных ископаемых. Эти системы почему-то все время вот в рамках вот этих бюджетов и проектов обходили стороной. Вот. Может быть, ввиду того, что это сложно. Вот. Может быть, ввиду того, что нужно, нужны на порядок другие деньги, другие бюджеты для того, чтобы этим заниматься. Вот. Но так или иначе, сейчас мы, там, видим на предприятиях понимание, что, грубо говоря, там, корпоративная инфраструктура, у нас более-менее, там, что-то реализовано. Мы видим, мы понимаем, мы вовремя можем реагировать. Приятно то, что предприятия смотрят туда не сквозь призму, там, требований регулятора или законодательства. Хотя это тоже есть, безусловно, и оно там, рынок кибербеза драйвит, наверное, все-таки. Вот. Но они смотрят в первую очередь на то, что конкретно нам нужно сделать, от чего мы боимся, от чего нам нужно защищаться. Но жаль, что к этому приходят вот в такой ситуации, в текущих условиях, да, и приходится опять вот в ускоренном порядке вот здесь и сейчас принимать какие-то вот такие важные решения. Да, это очень интересно, очень актуально. И вот у меня такой возник вопрос. Немножко в сторону, но мне кажется, он такой вопрос на все времена. Я помню те времена, когда мы с тобой работали еще в одной компании, правда в разных подразделениях, я в подразделении безопасности, ты в подразделении промышленной автоматизации. Я помню, как мы, когда все это начиналось, что возникла потребность защищать АСУТП, мы начали встречаться, общаться. Я помню, мы поначалу вообще общались на разных языках. Мы не особо понимали ваши термины и там название компаний, всякие там задвижки и так далее. Вы не очень на тот момент еще ориентировались в вопросах информационной безопасности, и вам это тоже было чуждо. И так было во всей стране. Вот по прошествии сколько там, уже лет 5-7, может быть, даже 10 лет прошло. Изменилась ли кардинальная ситуация? Понимают ли сейчас безопасники, АСУТПшники друг друга? Ну, скажем так, проблемы остались. Все начинают, сейчас уже видят точки, в которых они могут сходиться. Да, есть проблемы с понятийными вещами, сутевыми вещами, да, потому что безопасникам очень сложно перестроиться на, скажем так, ну, понимать, начать принимать и работать с теми рисками, которые важны, собственно, для производственников, для тех, кто, собственно, обеспечивает работу предприятия. Вот. Безопасники традиционно жили в области, ближе все-таки к IT-технологиям, нежели к OT, да, там, или там промышленной автоматизации. Хотя, в принципе, и то, и другое не сильно друг от друга отличаются, и даже функции и задачи систем безопасности, они одни и те же. Просто имплементация, да, и там полезный результат, который нужно доставлять именно в производство, он немножко отличается. Здесь сейчас схождение есть, там понимание есть, там у нас есть примеры, когда службы эксплуатации крупных производственных холдингов, именно эксплуатации систем АСУ. Приходят к безопасникам и говорят, ребят, в части кибербезопасности мы видим, что нам интересно вот это, вот это, вот это, и мы даже готовы взять на баланс средства защиты и заниматься их администрированием. Вот. По понятным причинам эксплуатация на себя не берет, например, функции там мониторинга, анализа событий, инцидентов, ну, потому что не их работа. Но вот поддерживать работу инфраструктуры и систем безопасности, они уже готовы. Но есть много проблем. Там на самом деле, как бы, сейчас все подошли к тому, что технически, скорее всего, ну, большинство компаний и интеграторов, как со стороны автоматизации, так и БЭТ, так и технические службы в промышленных компаниях, со стороны техники понимают, как, что защищать, как, что делать, как оно должно работать. Вот. Но сейчас проблемы другого характера. Ну, например, опять же, то есть я вот говорил про функции, да, которые там эксплуатация готова на себя брать, а которые не готова брать. Вот. Но когда мы говорим о, например, там вот в рамках функционирования СОКа, есть там процессы реагирования на инциденты, да. Что такое реагирование на инциденты? Ну, допустим, в какой-нибудь нефтяной компании. При том, что у нас объект защиты находится за Уралом, а СОК находится, условно, в Москве. Вот. Как должен выглядеть этот процесс реагирования? Кто ответственный на стороне СОКа? Каким образом происходит взаимодействие? Кто на стороне непосредственно производственной площадки будет выдергивать патч-корд из коммутатора, закрывать доступ к какому-то пользователю, не знаю, там, гасить какую-то, не знаю, какие-то сервисы отключать? Как это должно выглядеть? Как это должно работать? У ИБшников и Айтишников уже понимание есть. Эксплуатация АСУ, а там же, кроме АСУшников, там же есть оперативный диспетчерский персонал на площадке, который, собственно, управляет агрегатами, управляет технологическим процессом. Они как-то должны быть вовлечены в это. И вот у большинства компаний, промышленных, холдинги, какие-то отдельные предприятия, у них нет понимания, как-то выстраивать между подразделениями, которые там принципиально, они вроде бы технические подразделения, но принципиально они вообще проразные. Уже радует то, что сами АСУшники, надеюсь, не обещают. Говорят, АСУшники. АСУшники, да. Хорошо. Уже сами понимают важность и необходимость использования средств защиты, потому что раньше, там 5-7-10 лет назад, безопасники приходили к АСУшникам, те смотрели на них с круглыми, квадратными глазами, не понимали, что безопасники от них хотят. Работает, не трогай, отстаньте от нас. И то, что сейчас происходит, сдвиг в понимании, это очень ценно, мне кажется, очень важно. Ну, предлагаю двигаться дальше. Да, вопросов у нас еще много, интересных тем не меньше. И предлагаю поговорить о следующем. Соки исторически все же, да, как мне кажется, история про корпоративную IT-инфраструктуру. В чем их специфика, на твой взгляд, для производственных инфраструктур? Видится ли какое-то развитие темы сок в перспективе? И в какую сторону, на твой взгляд, соки могут начать развиваться? В техническом плане и в, скажем так, процессном, каком-то организационном, в рамках какой-то компании, безусловно, есть специфика имплементации и применения функций или технологии security operation центров для технологических инфраструктур. Не сказать, что она как-то сильно кардинально отличается. Есть специфика, например, связанная с производственными циклами. Ну, допустим, в IT-инфраструктуре, если вы, грубо говоря, хотите подключать какой-то сегмент корпоративной сети, у вас по плану, то есть вы разбиваете поэтапно, то есть у вас есть понятный горизонт планирования, вы начинаете планомерно работать, расставлять агенты, настраивать сбор событий, как-то там назначать ответственных за какую-то там участки инфраструктуры или системы на первой, на второй линии и так далее. Вот. Что касается тех же самых действий, но для производственной сети, здесь, помимо вот там стандартного планирования, нужно учитывать еще производственный цикл. ну, допустим, на каком-то предприятии там системы сами работают 24 на 7 и их выводят из эксплуатации на плановый ремонт, например, раз в три года. И вот пока такая система работает, фактически никто не будет пытаться ее подключать, например, в СОК, ставить на мониторинг. И здесь встает вопрос, то есть предприятие купило там лицензии, начинает строить СОК, и ему еще что, три года ждать, пока он подключил, у него уже лицензии закончатся. Да, вот таких вот подводных камней, которые связаны непосредственно там с бизнесом и производственной деятельностью, их много. Вот. И эта специфика, она накладывает в итоге, там, скажем так, отпечаток на то, как эти проекты вообще запускать, в каком формате они реализуются, там, с какими сроками они должны реализовываться. Вот. А в текущих условиях мы все понимаем, что планировать далеко, да, это как бы тоже там отдельный риск. Вот. И здесь вот эти сложности, они есть. И опять же, там, вернусь к процессной организационной составляющей, да, то, что там технически, даже когда мы подключим это все технически, на многих предприятиях есть история, у нас даже есть проекты, там, технически успешные, вот, подключили, да, то есть, большой сок, большая инсталляция, куча средств защиты, там, мультивендорное решение, все там есть, все, все игроки рынка, вот, запустили. Дальше-то что? То есть, сок в Москве, объект где-то далеко, что поставили, на самом объекте, там, люди часто не знают, кто-то приехал, поставил какие-то серверы, они вроде работают, они что-то делают, вот, потом вдруг из Москвы начинают звонить дежурному, там, главному, там, или дежурному энергетику, или главному инженеру объекта, говорят, ребята, у вас там вот молварь какая-то появилась в сети, чего, где, то есть, как бы, они даже не знают, что там стоит, вот, и вот эта история, она вот, она упирается все-таки в то, что нерешенных проблем не технического плана, а уже вот, такое вот использование, применение, они остаются, и их сейчас вот подходят только к тому, чтобы их начать решать. Ну, а в какую сторону-то развиваться? По нашим ощущениям и по тем запросам, которые мы видим на рынке, через призму, там, той концепции, которую там позитив продвигает на рынок, концепцию именно результативной кембезопасности, вот, мы все-таки видим запрос на практическую составляющую, поясню. Мы все прекрасно понимаем, что такое, там, категорирование, моделирование угроз, есть методики регуляторов на этот счет, и, в принципе, по классике безопасники понимают, как с этим работать, что с этим делать. Но классический подход, он приводит, как правило, к тому, что предприятиям нужно обеспечить безопасность всей инфраструктуры без более-менее четкого понимания, какое-то имеет значение для бизнеса и как-то как измеряется. То есть, ну, простой пример, безопасник ежегодно приходит к топ-менеджменту за бюджетом. На что? На кибербезопасность. Ежегодно топ-менеджмент его спрашивает, мы тебе в прошлом году давали деньги? Да. Ты там чего-то себе поставил? Да. Мы защищены? Ну, нет. Вот. Как бы и всегда возникает вопрос, ну, и что мы там каждый год будем платить непонятно за что, никто же не хочет. Опять же, все считают деньги, производственники очень хорошо считают деньги. Запрос на то, чтобы там иметь четко измеримый результат того, что дает система кибербезопасности, а именно от чего она защищает. Вот. Собственно, и вот вот этот подход, он многим понятен концептуально. Ну, то есть, там, система кибербезопасности должна обеспечить защиту от недопустимых событий или событий, которые приводят к неприемлемому ущербу для предприятия. Вот. Сейчас все понимают, что да, скорее всего, туда надо идти. Вот. Но как это сделать с учетом того, что, например, есть законодательство, есть регуляторы, вот, как совместить практическую часть с тем, как привыкли по классике работать безопасники на рынке в целом, да. Вот это вот сейчас двигается все туда. Вот. И подход такой, что все-таки, наверное, соки нужно и будут развиваться в сторону противодействия там киберугрозам с точки зрения вот, чтобы не допускать вот эти вот недопустимых событий, чтобы кибератака не приводила все-таки к ущербу, который неприемлем для предприятий. Как технически и практически это реализовать? Ну, сейчас вот рынок кибербеза, он бродит вокруг этой темы, то есть есть концепции там не только у позитива, там у других игроков тоже есть подходы. Сейчас это все оно кипит, да, оно бурлит, во что оно выльется, ну, уже понятно, что соки в классическом их виде понимания, они скорее всего будут трансформироваться наверное вот в сторону все-таки там прикладных смыслов и практического смысла их использования. Сегодня мы уже поговорили про кадровый голод, про бюджеты, и такие вещи понятные, даже многим очевидные, но наверняка есть и другие сложности, с которыми многие компании могут столкнуться, может быть даже уже столкнулись. На твой взгляд, какие еще такие неочевидные сложности предприятиям придется решать, с которыми они могут столкнуться, вот такие наиболее может быть интересные. Очень разноплановая штука, ну, во-первых, да, то есть про практически смысл, то есть зачем вообще заниматься кибербезопасностью промышленному предприятию, тем более сейчас, да, когда есть куча задач, которые там тоже являются очень важными. Это история. Плюс, опять же, там, процессное взаимодействие подразделений в рамках функционирования тех же соков, да, то есть там, понятно, мониторинг есть, чего дальше с этим делать. Вот, например, проблемы с импортозамещением никто не отменял, и, опять же, импортозамещение даже не только в области кибербеза. Вот, если мы берем промышленность, там, те же системы СУТП, годами осушники привыкли работать с качественными продуктами зарубежных вендоров, которые были представлены довольно хорошо на российском рынке, и вот одномоментно они уходят. Естественно, как бы производство идет искать российских производителей и российские аналоги. вот, и если прям про кибербез говорить у вас УТП, то там суть в том, что крупные западные вендоры промышленной автоматизации, они уже достаточно длительное время вкладываются и продолжают вкладываться именно в кибербезопасность того, что они предлагают на рынок. Встроенные решения, там, даже там близкая тебе система, тема криптографической защиты, то есть там крупные вендоры встраивают криптографические модули в свои там контроллеры, какие-то новые протоколы придумывают. В целом как-то уже у них это сильно развито, вот, и они готовы это предлагать на рынок и предлагают. Добавлю, что подтверждая твои слова, сам являясь участником рабочих встреч в части стандартизации промышленных протоколов, в том числе с целью использования российской криптографии в их составе. Да, вот, и когда, грубо говоря, одномоментно вот вендоры с их решениями, с их подходами, более-менее уже там опробованными, да, или даже используемыми в России уходят и приходят российские, может быть, функционально они способны заместить, но в части решений по кибербезопасности там голое поле, если говорить честно. Ни безопасные разработки, ни аналогов серта, как, например, есть у компании Siemens, Schneider Electric, да, то есть ничего этого нет. Вот, и сейчас доходит до интересных кейсов, когда вендоры систем промышленной автоматизации или SCADA софта, они сами идут на рынок кибербеза, вот, и к игрокам к основным с просьбой помочь им, собственно, вот, дотянуть функции безопасности у них до, вот, там, каких-то, вот, там, какого-то комплайнса хотя бы к требованиям того же 187-го ФЗ или 239-го приказа, вот. но по факту там быстро и одна момента понятно, что ничего не будет. И производство в этом плане, оно оказывается на таком, очень, таком сложном перепути, да, то есть, и автоматизацию нужно замещать, и кибербез нужно замещать, и с IT-инфраструктурой что-то делать, а планов по цифровизации, там, индустрии 4.0, там, в отдельных компаниях никто не отменял, и как в этом вариться, это вот, я же говорю, то есть, они сейчас действуют очень ситуативно, там появилась задача, они ее решают. Ну, ты уже упомянул 187-го федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры приказ в СТЭК 235-й, мы уже поговорили об отдельных, так сказать, предприятиях, частных случаях, но вот если подняться несколько на уровень выше, на уровень целых отраслей, которые в том числе упомянуты, в 187-м ФЗ, как критические сферы для нашей страны, что в этом направлении предлагает рынок, именно на уровне прям целых отраслей, и что может быть сами отрасли или регуляторы в этих отраслях предпринимают в направлении кибербезопасности? Ну, я могу сказать, что видим мы, да, вот со своей колокольни. С одной стороны, есть понятное движение с кучей, скажем так, как ограничение вот на уровне самих предприятий, да, вот неважно, в какой отрасли они работают, вот, но когда мы поднимаемся немножко на уровень выше, а что, например, как устроено, например, отраслевое регулирование кибербезопасности, например, нефтянки, или как оно устроено в электроэнергетике, здесь прямо можно откровенно говорить, что, в принципе, у нас не существует отраслевого регулирования кибербезопасности, по примеру того, как это, например, сделано, там, скажем так, у геополитических противников России, да, то есть, в Соединенных Штатах история с отраслевым регулированием кибербезопасности, например, в нефтянке, в электроэнергетике, это давняя история, там, система стандартизации всего, что касается кибербеза, вот, в отдельно взятой отрасли, вот, у нас, в принципе, такого не существует на данный момент, есть регуляторы, которые в целом занимаются вопросами кибербезопасности, там, на уровне государства, там, и регулированием этого всего, но вот в отдельных отраслях такого нет, и сейчас есть такое движение, что крупные игроки отраслевые, вот, опять же, там, в электроэнергетике, нефтянке, они понимают, что, в принципе, чувствуют в себе уверенность пойти вот в историю отраслевого регулирования, то есть, взять на себя функции отраслевого регулятора, быть таким, каким-то, ну, там, не то, что стандартизирующим, но, наверное, каким-то агрегирующим агрегирующей сущностью, да, там, не знаю, создать, там, тот же, там, серд для электроэнергетики, или, там, не знаю, там, центр киберустойчивости для, там, нефтегаза, да, то есть, и такое движение есть, например, сейчас, вот я, насколько могу быть точен, Минпромторг создает центр, как же они его назвали, центр компетенций по кибербезопасности в промышленности, то есть, под Минпромторгом, там, и металлургия, и машиностроение, то есть, там, большой, большой, большой перечень отраслей, вот, возможно, это вот, все туда же и к этой истории движется, то есть, в сторону отраслевого регулирования, потому что предприятия сейчас, вот, они оказались в вакууме, даже вот, если взять электроэнергетику, вот, например, генерация и электрические сети, они, ну, у них своя специфика, да, соответственно, но, они работают, вроде бы, там, одна электроэнергетика, и над ними сверху стоит Минэнерго, вот, но, Минэнерго, сегодня, ну, если говорить честно, не является регулятором в области кибербезопасности в электроэнергетике, то есть, у него нет ни инструментов, ни должных функций, ни полномочий, нет, вот, и сейчас есть движение, что, все-таки, там, в сторону отраслевого регулирования, там, будет движение, вот, там, у министерств, ведомств, и так далее. Ну, тут я и соглашусь, и подержу, что регулятор, там, в лице в стек, регуляторы и ФСБ, это хорошо, но, натянуть одну рубашку на все отрасли, но очень сложно, поэтому, это, наверное, все-таки естественный и правильный процесс, когда в дополнение к основным регуляторам будут отраслевые. Ну, очень хотелось бы, чтобы так было, да, чтобы оно во что-то выросло, да, поэтому, как бы, вот, оно растет, и все эти темы, что интересно, они как раз-таки, вот, из темы соков, они так или иначе растут, да, все отталкиваются от каких-то историй с централизацией, там, мониторинга безопасности, централизация управления безопасности, функциями безопасности. На данный момент, вот, на российском рынке, там, там, сущность такая, как сок, она понятна всем, и от нее уже, там, в сторону, там, отраслевого регулирования, отраслевых вопросов, защиты от кибер-угроз, для отрасли, да, вот, есть движение, что именно от тематики сок. Да, очень интересно, хотелось бы обсудить еще много вопросов, но время, к сожалению, у нас постепенно уходит, и, Дим, последний вопрос, как, на твой взгляд, ты считаешь, может ли классический сок обеспечить необходимый уровень защищенности целой отрасли? Я, наверное, выскажу не только свое мнение, что классический сок для масштаба отрасли, это все-таки не та структура, не то решение, которое призвано там обеспечить киберустойчивость отдельно взятой отрасли. Все-таки соки – это уровень предприятий, это понятная инфраструктура, понятные задачи, понятные функции. Вот. Все-таки, если говорить о киберустойчивости отрасли, какой-то здесь, скорее, это уже другого формата. Центры, например, есть большое количество наработок на Западе, международных там рабочих групп, в разных там стандартизирующих организациях, да, тематика, например, центров о ситуационной осведомленности, Situation Awareness. Вот. И, соответственно, там уже есть решение, как, например, такие центры о ситуационной осведомленности натягивать на отдельную отрасль, да, то есть не говоря уже о отдельных предприятиях. Может быть, там движение будет в эту сторону, но классический сок, он все-таки не про киберустойчивость отрасли, тем более там целого государства. То есть сок на всю страну, скорее всего, никто не будет даже строить. То есть такой задачи ни у кого нет, мне кажется. Ну, очень интересно, будем следить за развитием событий. Надеюсь, в новых эфирах ты рассказываешь нам через год, может быть, через два, что же у нас изменилось в этом направлении. Может быть, что-то построено, да. Да, вопросов много. Конечно же, за 30-40 минут в рамках нашего подкаста всех их обсудить просто нереально, но скоро, как мы уже сказали, будет сок-форум, и я уверен, что за это время мы сможем судить эти и другие вопросы и найти большинство ответов. Ну, и мы, конечно же, наших зрителей, участников нашего эфира приглашаем также на ксок-форум. Надеюсь, до новых встреч. Дима, тебе огромное спасибо за экспертное мнение и увидимся в следующих эфирах. Спасибо, что позвали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин